Туристический поток в Республику Алтай вырос, несмотря на непогоду и чемпионат мира по футболу. Об этом сообщают некоторые информагентства. Может ли и Алтайский край похвастаться таким же результатом в туристической сфере? Какой туризм предпочитают гости края? Об этом сегодня мы поговорим с Татьяной Сажаевой, директором Алтай-турцентра. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день. Можем ли мы говорить, что поток туристов в крае в этом году тоже вырос? Или все-таки? Ну, вы знаете, все-таки моя задача и цель это не столько анализ турпотока, сколько, наверное, привлечение сюда туристов. И когда мы говорим о том, что какие туристы сейчас едут к нам в Алтайский край, кто наши локомотивы по турпотоку, они остались традиционными. Это санаторно-курортное лечение Белокуриха. Там, где точно летом с местами проблематично, и мы это все знаем. Есть такие локомотивы, которые построили большие пляжно-развлекательные комплексы и позиционируют себя уже, ну, как отдельной курортной местностью. Там тоже мест нет. Поэтому я могу сейчас говорить только по экспертным оценкам, ну, и по загрузке самолетов, потому что рейсов у нас становится больше. Хотела спросить, в связи с этим, каков портрет все-таки туриста, который приезжает в Алтайский край? Это иностранец или гость из соседних регионов, а может быть, из европейской части страны? Ну, если смотреть географию, если смотреть на пол и возраст, то традиционный наш портрет туриста – это житель сибирского мегаполиса, Новосибирск, Омск, Томск, Кемерово, Барнаул. Все-таки соседи. Да, конечно. Это сибирский федеральный округ. Если говорить о том, как меняется портрет потребителя, он, конечно, меняется. То есть есть те, которые предпочитают пляжный отдых, и, конечно, они себе выбирают те места, где либо на туркомплексах, на турбазах есть небольшие бассейны, и мы понимаем, что сейчас уже гостиница приличная или туркомплекс без бассейна уже невозможно. Многие делают и серьезные комплексы, как СПА. То есть это тоже говорит о том, что у потребителя меняется вкус. Больше едут семейных с детьми, причем тогда уже понятно, что большим спросом пользуются комфортабельное размещение и понятная ценовая политика по питанию. Потому что вот тот период, когда мы видели все берега, реки, в палатках, и там, когда такая ностальгия возникает по советскому туризму, когда-то гитара, палатка, костер. Это уже в прошлое отходит? Скорее, да. Потому что даже те берега, которые с красивыми местами, это больше на караван-парки похоже. Это когда вы приезжаете на автомобиле, ставите его рядом со своей палаткой, либо в определенном месте, и пользуетесь инфраструктурой, той, которую может предложить арендатор земельного участка. Туалеты, вода, уборка мусора и так дальше. То есть это уже такой причесанный туризм. И его становится все больше. То есть потребитель выбирает комфорт, выбирает понятные условия по размещению, питанию и дополнительным услугам. Ну и, конечно, с учетом того, что мы становимся все более мобильными, мы можем за выходные проехать не 200-300 километров и искупаться на Ай. А те туристы, которые раньше ходили в походы на 20 дней по Алтайской кругосветке, это делают уже сейчас за 5 дней. Поэтому дороги лучше, комфорта больше, турист меняется. Понимаю. А вот насколько большой популярностью у нас пользуется так называемый событийный туризм, да? У нас ведь кроме Шукшинских дней на Алтае есть теперь и фестиваль Роберта Рождественского, мероприятие памяти Михаила Евдокимова, который как раз вот на днях будет. Вы абсолютно правильный вопрос задали. Теперь у нас есть конкуренция между районами, которые составляют свои событийные календарии. Допустим, у Алтайского района август — это такое же время пиковых событийных мероприятий, допустим, в эти выходные. Кроме Смоленского района, где будут проходить земляки, Алтайский район предлагает и 215 лет вкусному селу Старо-Белокуриха, который, помните, там со своими огурцами малосольными, да? Очень скоро у нас самые вкусные сельские праздники — это и яблочные спас в Макаревке, это и сырные деревни Куиган. Ну и, конечно, самые вкусные, крупные события будут проходить в Барнауле. Это также привлечет туристов. Мясной гурман, Дни Алтайского сыра. То есть у нас август — это уже скорее не крупные фестивали, которые собирают по 20-30 тысяч гостей. Но вот именно тоже гости приезжают ведь из соседних регионов, да, я так понимаю? И специально планируют это время. То есть можно спланировать в августе так, чтобы попасть и отдохнуть в горах, допустим, или в нашей степной части, и заодно побывать на фестивале. Допустим, едете на Яровое отдыхать, купаться, лечиться, заезжаете в немецкий национальный район, а там 11-го числа будет Зоммерфест. Это тоже вкусный праздник урожая для немцев, которые там компактно живут и свои традиции сохраняют. И это, конечно, своего рода такой этнографический, гастрономический туризм. Почти как в Германию съездил. Ну да, вы сейчас заговорили о гастрономическом туризме, и как раз власти края развивают гастрономический туризм. И в прошлом году я знаю, что наш край вошел в пятерку самых популярных регионов для гастрономических путешествий. Вот, может быть, будущее именно за этим видом туризма в Алтайском крае, как вы считаете? Потому что и фестиваль вареника. Вот вы говорите огурцы. Огурцы, яблоки, сыры. Мы еще не с вами не говорим о том, что могут предложить наши рестораны, которые алтайскую кухню здесь, наверное, имея в виду алтайскую кухню, не столько традиции коренных алтайцев, сколько алтайские настоящие продукты, которые подаются уже, ну, совсем другой интерпретации шеф-поварами. Это тоже тема гастрономического туризма. То есть события, локации, например, когда вы едете на сыроварню, и там пробуете сыр, который только что приготовлен, и вы видите его за стеклянной стенкой, видите, как готовится этот сыр. Это уже такие дегустационные путешествия. На Алтай они возможны, поэтому не случайно Алтай входит в эту пятерку. Вы абсолютно правы. Другой вопрос, что это не может быть таким массовым поточным туризмом. То есть когда мы с вами едем путешествия по краю, по вкусным местам, это все-таки индивидуальные туры, небольшие туры с туроператорскими компаниями. Но у края есть и крупные гастрономические фестивали, и есть желание развивать стритфуд, то есть настоящую уличную еду. Поэтому в этой теме можно развиваться, но все-таки локомотивом остается наш санаторно-курортное лечение, медицинский туризм, то есть тогда, когда на Алтай приезжают за здоровьем, в том числе здоровье, которое дается нам, когда мы кушаем настоящие продукты. А чем еще, по-вашему, можно привлечь на Алтай туристов? Вот мы сказали о гастрономии, о событиях каких-то, шукшин, рождественских. Да, возвращаясь к теме, которую вы задали, вот есть поток, в этом потоке он, конечно, неоднородный, и каждому хочется что-то увидеть разным целевым группам, очень важно подачу по Алтаю сделать так, чтобы человек захотел приехать, и главное остаться и вернуться. Вернуться, я думаю, самое главное. Да, поэтому, когда мы говорим о семьях с детьми, для них очень важна инфраструктура, но при этом очень важно, чтобы развивались анимационные программы, чтобы было безопасное купание, чтобы были детские познавательные маршруты. Это тогда, когда работа в музеях не только подорганизованы и школьные группы, а тогда, когда мы едем с вами, допустим, по Чуйскому тракту, ну, в понимании наших федеральных дорог Чуйский тракт у нас не только в Бийске начинается, чуть раньше, поэтому, когда мы едем с вами и заезжаем в музей Туттитова, и вас встречают с детьми так же, как встречают школьную группу, продуманно, очень организованно, начиная от самого прохождения по музею, заканчивая возможностью деткам побывать внутри спускательного аппарата, попробовать космическую еду, взять и купить там сувенир, покушать там же. Вот это правильная тактика по работе с детскими группами и семьями. Но пока мы к этому стремимся только, да? Я вам показываю как пример, да, если бы у нас была работа с музеями, допустим, с объектами показа, такая, как это делается в Косихинском районе, в музее, то тогда вопросов бы не было. Я думаю, что на Алтай туристы едут, едут с удовольствием. Как вы считаете, в следующем году этот поток, он будет увеличиваться? Вот если вот взять все, что вы сказали, и стремиться к этому? Ну, если, например, вот взять весь отрезок, который в туризме я знаю, помню эти 20 лет, да? То есть тактика к экстенсивному увеличению турпотока, она, наверное, была хороша в определенное время. Сейчас мы говорим уже о том, что нам необходимо улучшать качество. О чем я говорю? Тогда, когда очень резко строились базы, предлагая номерной фонд, летние домики, некомфортабельные. Их можно было настроить 100, 300 одновременно номеров, запустить такой большой туркомплекс, и люди были бы удовлетворены. Сейчас мы говорим о том, что тот турпоток, тот турист, который к нам едет, он уже требовательный. Поэтому нужно и важно строить вдумчиво, правильно, заботясь не только о номерном фонде, но и об инфраструктуре. А это уже задача не отдельного предпринимателя, а все, что рядом. Вы приехали на Алтай, вы не только в номере живете, но вам важно, чтобы здесь были настоящие продукты. Чаще всего этот объект предлагает продукты местного населения, да, либо фермерские продукты. Это значит инфраструктура вокруг. Вам хочется что-то посмотреть, тавдинские пещеры, на пляжи, не знаю, пасеку. Это значит, что инфраструктура должна подтянуться к этим номерам. Это такой взаимозависимый процесс, и я думаю, что в этом плане у Алтая еще очень-очень много впереди. Спасибо, Татьяна. Будем надеяться, что мы будем стремиться к качеству все-таки. И что турсезон очень быстро не закончится. Да, я думаю, вдруг сентябрь еще порадует теплой погодой. Спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня о том, какой туризм предпочитают гости Алтайского края, мы говорили с Татьяной Сажаевой, директором Алтая Турцентра. Редактор субтитров А.Семкин